Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как себя вести, если мною манипулируешь, делаю вид, что я построил не пустое место. Смотрите, я думаю, что ключевым моментом вашей ситуации является то, что по сути в результате поведения человека, вы сталкиваетесь с невозможностью, например, для себя действовать так, как вам важно. То есть вы сталкиваетесь с непринятием человека каких-то вещей, которые вам важны. И основное обстоятельство, которое ранит человека в подобных условиях, в подобной ситуации, это именно вот как раз столкновение с невозможностью реализации того, что вам важно. И, соответственно, лучший способ для того, чтобы перестать об этой ситуации в разницу. Вот. Или ранится, но меньше. Вот. Лучший способ это сделать. Это как раз таки, на мой взгляд, позволять или позволить направлять себя тому, что вам важно. Вот. Это, на мой взгляд, самый лучший способ, на мой взгляд, это лучшее, что вы можете в этой ситуации сделать. Вот. И тогда, по моему мнению, никакие манипуляции вам страшны не будут. Естественно, что все равно вам будет неприятно, да, все равно вы будете как-то реагировать на это все равно. Вот. Ну, я думаю, что в любом случае как-то меньше это будет происходить, нежели чем сейчас. Еще есть такой важный, на мой взгляд, момент, где у вас есть какие-то ожидания от человека, да. Эти ожидания не оправдываются, потому что, ну, человек ведет себя по-другому. И вам, соответственно, плохо. Я думаю, что в основе любой надежды на что-то лежат потребности. И, соответственно, если вы увидите, чего вам хочется, то есть, что составляет какую-то субъективную сторону ваших ожиданий, вот я думаю, что вам будет легче. Тоже, потому что вы получите для себя возможность реализовать свои потребности, вот, не только вот в ситуации, которую вы описываете. На мой взгляд, на мой взгляд, также обязательно стоит учитывать, ну, следующий момент, вот, согласно которому, ну, на мой взгляд, нельзя дружить, да, и работать. То есть, ну, у очень малого количества людей получается совмещать отношения дружеские, вот, и отношения рабочие. Отношения романтические и отношения рабочие. Это очень сложно. Вот, поэтому я думаю, я думаю, что в тот момент, когда вы стали работать на своего друга, вот, он перестал быть для вас другом и стал вашим начальником. Вот только. Вот. Поэтому вы попробуйте посмотреть на этого человека только как на своего начальника. Вот. И я думаю, что, опять же, вы увидите для себя некоторые, некоторые перспективы того, как можно с этим будет дальше обратиться вам. Соответственно, если у вас есть какие-то обиды, их можно помочь прожить, вот, ну, просто чтобы снизить немножечко эмоциональный тонус, вот, тоже, я думаю, это позволит вам увидеть, что можно сделать и как можно себя вести, да, в этой ситуации дальше. Дальше. Всего самого доброго вам. Удачи. Обращайтесь. Общается. Продолжение следует...